Всем привет! Мы едем с Армина и хочу поделиться своими впечатлениями. Ну, по сравнению с тем годом, он сыграл лучшее. Так же самое, играл 3 часа. 80 треков крутых, бомбезных, 140 ударов в минуту, ну, такие вот бум-бум-бум-бум, короче. Были такие треки у него, конечно, там, такие нудненькие. Ну, в том году, если он больше ставил таких своих тем, как бы, то в этом очень мало своих тем. Огромное спасибо ему за Рем, Ремстердам. Потом, ну, такой он, веселенький был, настроение. Народу просто нереально было. Выбиться, ну, в том году тоже было много. Ну, сделали эту перегородку, в том году тоже было. Но мы сначала на начале постояли, а потом все-таки хотелось почувствовать. Драйвы мы спустились вниз, попрыгали там. Ну, реально попрыгали, рэдбурчик выпили. Настроение даже вот сейчас в 57. И, вообще, бой под речком. Не, ну, Арвен, конечно, красавчик. Для меня он в топ-3 после Феделогранда Диеста. Вот, на третьем месте. Он в последнем со всеми, кто приезжал в Выбицу. Ну, то, что транс. Приятно, что Одесса уже, как бы, воспринимает транс. Тем более Выбицы, где фламур, пафос. Обидненько, что стоишь в толпе, и 20% людей, вместо того, чтобы колбаситься, получают удовольствие от музыки. Снимают сториз, снимают себя, там, манипуляции какие-то производят. Так что, а так приятно, что люди хлопали, когда, там, перерывы были. Потому что ни на Феделогранде, ни на остальных диджеях никто не хлопает, все стоят. Как всегда, публика разная. Процентов 20 это евреи, дурки, голландцы были. И, как бы, много и россиян, белорусов. Поэтому Ибица, это реально столица, глубная столица Одессы. Так что, пишите, как вы отгуляли в комментариях. Всем пока.